да всем добрый день дорогие друзья добрый добрейший веселейший прекраснейший день и мы продолжаем изучать тору сейчас я нахожусь в турции в славном городе анталия в городе анталия и мы продолжаем изучать глава шменину основной акцент все-таки мы сейчас делаем на песоке на песок потому что потому что все-таки все-таки да когда когда все обычные главы мы читаем читаем их это очень важно но есть моменты которые которые вот он раз в году и если ты его не пройдешь правильно то тоже второй раз должен ждать следующего года недельную главу мы все время читаем и это важно невероятно важно каждый день читать кусочек недельной главы а лучше слушать урок и читать потому что чтобы все каналы восприятия были заполнены торой до всем шалом значит чтобы было и видно и слышно и и обдумать но самое главное что у тебя остается что у тебя остается саде хотел вас попросить у нас сейчас в группе обратил внимание 2 икрас стало у нас уже 200 2892 участника подписчика и осталось нам до 3000 всего лишь 118 человек то есть в телеграм-канале подпишитесь телеграм-канал вот внизу и ссылочка на телеграм-канал во икра и если вы еще не подписаны вот из фейсбука подпишитесь и разошлите всем друзьям ссылочку пускай смотрят уроки пускай тоже то есть нам важно чтобы 3000 было ну как что это за цифра 2892 надо чтобы 3 было ровно красиво хорошо значит сегодня мы поговорим опять про песах поговорим опять про песах а о том как как нужно провести вот этот вот пасхальный пасхальную ночь да это ночь очень специальная ночь если знаете есть такое выражение многие люди говорят там энергией вайб там сейчас модно стала такая тема что вот такой вот тут такая энергия такая энергия все вот в пасхальную ночь есть энергия когда всевышний сам лично то есть в своем самом самом высшем для этого мира проявление да он приходит в этот мир творец создатель то есть большего проявления всевышнего в его вот это вот энергии в его проявлении творец в ну в течение года нет только вот эта ночь он творец причем что интересно поразительная вещь такая вот ну я думаю что вы все знаете кто вывел кто вывел еврейский народ из египта кто был кто был вот ну как гуэль да спаситель кто вывел маши кто вывел дамуше правильно машера бену машера бену его всевышний послал куст горячий был куст он его послал машера бену пришел ходил к фараону десять раз десять казней значит все машера бену машера бену вся весь исход из египта был связан с машера бену в пасхальная в гаде которую мы в эту ночь читаем ни одного раза не упоминается имя машера бену как это так почему не упоминается должно быть на каждой странице машера бену вывел нас из египта и нету нет почему нет потому что машера бену он был посланцем всевышнего то есть выводил сам всевышний и поэтому машера бену не упоминается он был и поэтому его качество о котором подчеркивается до качество машера бену чтобы самый скромный всех людей она в микаляда у него не было его он был полностью посланец всевышнего он был полностью как его называют все вышли в это чем у шиша и лаким он был человеком Всесильного и Эветашем Раб Бога, да, Раб Божий и получается, что Маши Раббену не упоминается, потому что это Бог, он был, Маши Раббену был как инструментом это Бог выводил, еврественный народ из Египта дальше получается очень интересная такая вещь, значит вся пасхальная года построена на вот такой вот идее, что вот садим, приходите вы в синагоге, например, да, или вы если в синагогу не ходите, у вас должна быть книга пасхальная года и значит там разложены разложены, такая вот есть блюдо и там разложены, вот тут вот крылышко такой, курица обжаренная, да, это в память о жертве о жертве, да, благодарственная это о жертве Песах, курочка потом яйцо круглое, да это жертва Хадига, это там жертва, которую в праздник переносили ну, в память об этом а вот это марор, там лежит марор, это это такое растение хаса, ну вот я не знаю, как на русском его называют, на английском такие листья горьковатые, салат салат такой и листы, такой лист называется салат и это в память о том, какая горькая была жизнь в Египте а вот это, например, лежит там такая хоросет, хоросет это смесь такая яблока там есть, там есть изюм, орехи, чуть-чуть вина туда добавляют хоросет, это как глина а вот, вот из этой глины делали кирпичи а вот, значит, а вот, значит это мацатам, да, мацатам, это в память о том как выходили из Египта и хлеб не успел закваситься но мы же каждое утро, мы учим Тору мы же не, вот, например, сейчас недельная глава, отрывок недельной главы про жертвоприношение мы читаем и все а почему в Песах в Песах это нужно разложить и там, там так построена года, что есть четыре типа сыновей четыре сына, и четыре сына задают вопросы, и вот эти четыре сына это четыре типа людей четыре типа людей, и их отношение к Торе к духовности это вот четыре вот этих вот сына один сын Хахам вот у нас на уроке все все мудрецы, мы все относимся к тому, кто называется Хахам он задает вопрос а что это у вас за служение такое? ему интересно понять, как это все работает это называется мудрец но он, мудрец, задает вопросы задает вопросы и спрашивает второй сын называется там там это наивный он задает вопрос а что это тоже? он тоже задает почти такой же вопрос но ему ответ идет по-другому то есть в зависимости от того какой вопрос такой ответ и вот значит умный сын он задает вопрос как оно работает простой сын он задает что это? типа что это? есть сын который который задает вопрос называется он не умеет спрашивать есть такой у которого нет вопроса и ему надо самому объяснить но так чтобы ему было понятно а есть сын злодей прямо написано пасхальной годе есть четвертый тип это злодей и что интересно злодеи задают тот же самый вопрос что и задает ха хам но он задает по-другому что умный с насмешкой с такой что это за вот это вот служение у вас там и так далее и там написано вот ответь каждому написано как отвечает как бы это такая типология людей и с каждым нужно говорить на его языке но что интересно там когда идет ответ злодею там идет ответ очень такой если вы обратите внимание всем трем сыновьям идет скажи ему вот это идет ответ как бы в прямом в прямом лице а а когда идет ответ злодею написано что ему надо такое образное выражение как бы выбить зубы то есть его нужно так как сказать обрубить да и сказать из-за него его бы бог не вывел из египта для него бы бог не сделал чудо то есть идет ответ не ему а троим остальным сыновьям о нем то есть когда злодей и это говорил словом шлома мылах говорил не спорь со злодеем ты не сможешь ему ничего доказать но где ты можешь опозориться и стать таким же как он то есть ты даже хуже он тебя опозорит я помню когда-то я смотрел жириновский разговаривал с каким-то человеком дебаты у них были и этот человек жириновскому по пунктам доказывают что жириновский был продажный которой был на службе у у всегда на службе у кремля и не когда он то есть он всегда как бы много разговаривал все на по факту был продажный такой просто политик который был на службе у кремля всегда и значит это человек по пунктам ему это доказывает жириновской сидит смотрит на него и говорит посмотрите на него это же сумасшедший он же ши zoet как бы сумасшедшего в студию пустили. Берет на него, выливает воду и начинает его просто лично позорить. То есть у него не было ответа ни на один вопрос, который этот человек задавал. Но у него он просто сразу же идет в атаку на... Позорит, уничтожает человека. Так сказал нам тогда царь Соломон. Он сказал, не спорь со злодеями. И пасхальная Гада нам говорит, не отвечай ему даже. Но ты не можешь не ответить. Потому что тогда, другие сыновья, подумают, что он умнее тебя. И поэтому ты должен им сказать. Не обращайте на него внимания. Он сейчас в такой ситуации. Теперь, значит, вот это очень важно в пасхальной Агоде. И вот здесь как раз мы понимаем по всей этой пасхальной Агоде, там есть такие слова, что должен каждый видеть себя как будто бы он выходит из Едипта. И тут мы приходим к тому, что представьте, какая удивительная ситуация. Еврейский народ существует уже четыре тысячи лет. Мы точно знаем, с какого момента. Мы точно знаем, в каком году родился Авраам, от которого пошел Еврейский народ. В каком году родился Ицхак. Сколько каждый из них жил. Где они похоронены? Авраам, Ицхак и Яков похоронены. Где? В Хевроне. Можно съездить к ним на Мадилу. Можно прям там помолиться. Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея похоронены в Хевроне. Мадила Рахели, второй жены Якова, она по дороге Бетлехем. Все понятно, все известно. То есть, прямо конкретно по годам. Когда спустились Едипет, сколько спустилась Едипет, как кого звали, 70 душ спустилась Едипет, как вышли из Едипта, сколько было людей, прям по счету до человека, как кого звали. Все в общем, все захоронено. Как это перешло? Представьте себе, то есть, от исхода из Едипта 3334 года. 3334 года от исхода из Едипта. Как такое может быть, как такое может быть, что эта информация захоронилась? Ответ Пасхальная Агада. Пасхальная Агада на Песах, когда собираются все. Пасхальная Агада проводится для детей. И тут мы приходим к способу изучения, который является самым главным способом изучения, ну, вот, самый лучший, самый главный, самый запоминающийся. Все должно происходить в действии. Ради этого Бог вывел. Вот тут нам становится понятно, зачем все это, все эти лежат, ну, вот эти вот, то, что я перечислил, типа еды. Значит, зачем это вся Маца, зачем это все. То есть, когда ты учишь что-то в действии, оно все запоминается. Как мы знаем, что тот, кто учит, что бы делать, тому с него помогут и учить, и обучать, и запомнить, и делать. Поэтому, вот, в Песах очень важно не просто учить об этом, а важно именно пройти, вот, весь этот ритуал, прочитать, и именно там есть, и Мацу, там надо скушать вовремя, там, три этих листа, и нужно положить горькую эту зелень, и эта картошка, ее окунают в соленую воду. А почему картошку в соленую воду? Потому что плакали они, когда, когда их забрали в рабство, да? Плакали они, когда их забрали в рабство. Не знаю, почему, видно, интернет не очень, но надеюсь, что, что, кстати, я вам скажу, что в телеграмме, в телеграмме будет запись, и в телеграмме запись очень хорошо, вроде все идет без сбоев, вот в телеграмме нету сбоев, то есть в фейсбуке сегодня есть сбои, а в телеграмме нет никаких сбоев. И отсюда мы, и за годы, мы учим так же, как надо изучать Тору обычные недельные главы. То есть, когда ты просто читаешь, это не запоминается. Я слушал сегодня урок, там рассказывалось, был такой великий мудрец, Хафетскаим, Жаждущей Жизни его звали. Он написал книгу, которая говорит законы речи, мы когда-то ее изучали, а название его книги и его имя, Хафетскаим, Жаждущей Жизни, это из отрывка из псалмов. Кто человек, Жаждущий Жизни, тот, кто любит все дни свои, видит добро. И вот он был, Жаждущий Жизни. Хафетскаим, это был, его назвали, Святой Дедушка, он прожил 90 с чем-то лет, похоронен в городе Радин. Он должен был уже уезжать, ему было там за 90, он должен был уже уезжать в землю Израиля, это был 1932, по-моему, год, 1932 год. И он должен был уезжать перед осенними праздниками. И у него уже был дом в Петахтикве, он должен был приехать в Израиль, и пришла целая делегация раввинов из того, из того вот, ну, Литва, Латвия, Белоруссия. И сказали ему, если ты уедешь, мы останемся сиротами, уговорили его остаться хотя бы на празднике. Он говорит, ладно, я на празднике осеннее останусь, этот самый, Роша Шана, Йом-Типур, Суккот, и потом уеду. И у него в празднике заболела жена, он уже был очень пожилой, ему 90 лет было, потом заболела дочка, и в итоге он остался и умер, и похоронен в Радине. И вот про Хафицхайма рассказывает один из его учеников, что он смотрел, как Хафицхайм изучал, нужно каждую неделю уже прочитывать недельную главу, один раз полностью прочитывать на иврите, и два раза перевод на армейский язык. Есть официальный такой, как бы, антелос, это называется перевод на армейский язык антелоса, он жил тоже больше 2000 лет назад, нужно прочитывать каждую неделю вот на иврите, и два раза на армейском языке перевод антелоса. И вот Хафицхайм читает недельную главу, например, про 10 казней. И он говорит, why, 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 так еще смешно на роте было, Хафицхайм говорит, эти казни в Шаме, говорит, это в Ши, это же не как чешется, это катастрофа, катастрофа. И он так, он переживал, он очень сильно переживал, то есть как будто бы все, что он изучает в Торе, он это проживал физически. И, конечно, когда ты так изучаешь Тору, оно все запоминается. И когда ты так проходишь пасхальную году, конечно, оно все запоминается. И когда дети с трех лет учат Тору, и когда дети с трех лет слушают все рассказы про Авраама, про Ицкака, про Якова, про Исава, и так далее, вот мы даже сегодня разговаривали с женой, и у нас уже дети выросли, старшему 21 год, он уже женился, среднему сыну 16 лет, и дочке 15. И вот сейчас средний сын, он написал на Песах с друзьями, они написали песню. Написали они песню про Песах, такая песня, просто нереальная песня, вообще, я такой не слышал, даже, я попросил их на Вайкру написать на русском. То есть они на иврите поют, но может быть, это не сделают на русском. Я даже, сейчас пошлю Якова шатать, я спрошу, если можно, пошлю Якова шатать, потому что песня вообще про Песах, ну, анрио. И жена говорит, вот смотри, мы полностью, у нас дети не учили, старший сын до 20 лет не учил ничего, кроме Торы, а средний сын, он с 12 лет уже учил общеобразовательные предметы, то есть он заканчивает сейчас школу, у него будет и аттестат, но основа у него, 80% он учил Тору. Так получается, и она говорит, я вот все время думаю, правильно я сделала или нет, потому что там другие родители вкладывают, чтобы дети развивались, там спорт, и это, и она говорит, я всегда хотела, чтобы они выросли религиозными евреями, и я считаю, что я правильно сделала, потому что для человека главное его человеческие качества. и Тора учит нас именно человеческим качествам, учит, как работает мир, как работает жизнь, что такое добро, как вся вот эта вот система работает, и главное же, это не то, как человек знает математику, и даже не то, сколько он зарабатывает, главное, как он пройдет жизненный путь, и насколько он потом придет перед Богом, скажет, насколько честно я прошел. Кстати, Талмуд говорит, что первый вопрос, который задают на небе человеку, как бы итог его жизни, это кого-то и тим ли Тора? Установил ты время для изучения Торы? То есть, если ты не учишь Тору, и ты не интересуешься Богом, то ты зря живешь, это факт. Теперь, теперь дальше, дальше второе, значит, и второй вопрос задают, вел ли ты свои дела честно? То есть, нужно быть честным человеком, который любит Бога, интересуется Всевышним, все остальное придет. Вот так вот, это и вывод, да? Все, значит, подводим итог. Приближается Песок, Песок надо пройти, вот этот вот, всю ритуальную часть, называется Лейл Седер. Ночь порядка, есть определенный порядок, нужно прожить, прочувствовать этот исход из Едипта. В этот момент Всевышний своим, самой такой, назовем это, энергией, творения, Творец Бог, приходит в этот мир, и тот, кто снизу создает, вот эту всю ритуальную часть, подкрепленную мацой, подкрепленную четырьмя стаканами вина, четыре стадии освобождения. В этот момент у него есть возможность, он подготовил все снизу, Всевышний в этот момент, эта энергетика, этот свет приходит сверху, и есть возможность что-то очень важное прочувствовать, понять, осознать, наполниться каким-то светом, энергией, силой для выхода из внутреннего рабства, мы все находимся во внутреннем рабстве у своего прошлого, вот, например, краще украинское, написала Анжелика, я бы с радостью бы говорил бы на украинском, но я с детства говорил на русском, и мне тяжело, я не, ну, то есть мне очень тяжело сейчас, там, в 50 лет перейти на украинский, да, то есть человек состоит из набора вот этих вот привычек, стереотипов, правил, и Песах, это как раз вот этот выход на свободу из этого рабства, и начало с чистого листа, то есть с чистого листа начало, и Всевышний дает для этого силы, для старта, и чтобы мы получили в Песах, которые приближаются, огромные-огромные духовные силы для выхода из того положения духовного, в котором мы сейчас находимся, кто в хорошем, еще на более высокое, кому тяжело, чтобы он вышел из этого тяжело и стал новым, и вместе с тем, что он стал духовно новым, чтобы все его проблемы закончились, остались в прошлом, да, вот, поэтому, поэтому, чтобы мы получили в Песах силу для перехода на следующий уровень, все, и чтобы Всевышний услышит все ваши молитвы и выполнит для вашего добра, все счастливо, до завтра, до завтра, завтра, кстати, я лечу, по-моему, я в 8 вылетаю из Турции, в 10 я, может, не прилечу, завтра, скорее всего, в 10 урока не будет, в 10 урока не будет, скорее всего, да, я постараюсь сделать его в, когда прилечу, в 11 или в 12, да.